Подобные аварии ничему не учат украинцев. Это показала череда страшных ДТП, произошедших за последние две недели в Украине и унесшие десятки человеческих жизней. Наша следующая история из Харькова, где сейчас судят виновника в одной из самых резонансных аварий за последнее время Алену Зайцеву и Геннадия Дронова. Пока вся страна следит за судебными заседаниями по улицам города, безнаказанно колесит девушка-блогер, известная в сети как Danger N. Ее трижды за месяц останавливали пьяный за рулем. Почему она до сих пор не лишена права и как вообще бороться с подобными персонажами, поинтересовались мои коллеги. Да, это вот авария. Это только что вот этот звонок? Да, да, да. Подожди, а что произошло? В *** влетел. Игорь Красильников рассказывает о ДТП, случившемся 20 июня. Я двигался по правой полосе, в левой полосе заметил автомобиль Prius и Lexus, который следовал за ним. Я выполнил опережение и остановился на зиму стопора возле стоп-линии, после чего почувствовал удар в задней части автомобиля. За рулем Lexus протаранившего авто Игоря была блогер Анна Кривуц. От нее разила алкоголем. Сотрудники патрульной полиции также услышали запах перегара. Об этом тоже было указано в протоколе. Анну отвезли в наркоцентр. Вот результат. Алкогольное опьянение. 1,12 суток. А скажите, что вы делаете? Я 40 лет в наркологии. И это не единственный случай. На этом видео девушка спорит с полицейскими на парковке супермаркета. Да почему я троллю полицию? Интересно, ***. За это, наверное, аналогично. Смегалочка, там все как красиво. А у вас есть разрешение на мегалочку? У нас есть разрешение. А здесь Анна сперва выставляет в интернет фото со спиртным. Нормально. А затем садится за руль. Ее останавливают копы. Я что-то нарушила, чтобы предоставили вам документы? Да. Что? В пенном виде сидите за руль. Ну, я сидела в пенном виде. Литовский, видите техпаспорт? Не видите? Вот видите техпаспорт. Что ты вырываешь, ***? Что ты вырываешь техпаспорт? Заболи. В патрульной полиции предоставили данные. Анна Кривудс за рулем всего год. За это время на нее составили 12 админпротоколов. Из них три за совершенные ДТП и шесть за езду в нетрезвом виде. Мы встретились с Анной. Она заявляет, что реально пьяной была всего раз. У меня забрали техпаспорт, и мне нечего было делать, как от них увалить. Они бы меня выломали, залили перцем. Остальные случаи, говорит девушка, это провокации. Ради подписчиков ее интернет-блога. К примеру, вот Анна с алкогольным коктейлем. Перед тем, как сесть за руль. Это было не больше, чем два глотка. Но, сами понимаете, двух глотков ничего не будет. Зато полицейские поведутся, а два глотка, допустимая у нас норма, 0,22. Но остановят меня. Потом будет видео, например, или видео с продувкой, там те у меня 0, или еще что-то. За нерастаможенную евробляху Анну уже оштрафовали. Почти на 2 миллиона гривен. И даже на встречу с журналистами она приехала без водительских прав. Я не знаю, где мне его найти, но она где-то потерялась. У меня есть права, но они не мои. А так как в законе написано, что водитель должен иметь в собой водительское удостоверение, то она у меня есть. Да, сувенирные за 20 гривен в метро купила. В понедельник Анна опять отправится в суд, где попытается оспорить очередной протокол за езду в нетрезвом виде. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.